В семье единой. Под таким названием в Карачаевске прошел фестиваль народных культур, приуроченный ко Дню Республики и Году Семьи. Организаторы фестиваля, мэрия города совместно с отделом образования Карачаевского городского округа постарались через творчество передать посетителям фестиваля все самое ценное и прекрасное, что сохраняют и приумножают из года в год, из десятилетия в десятилетие живущие в этом городе люди. Добросовестное взаиможение, дружбу. Мадина Каракетова, далее. Салам алейкум, друзья мои. Салам алейкум. Так на Кавказе встречают знакомых и незнакомцев. И не важно, кому обращены эти слова, они означают мир вам. И эти слова, как нечто другое, показывают открытость души и доброжелательность приветствующего. Такими словами Карачаевск встречал участников и гостей фестиваля народной культуры в семье единой. Открытый фестиваль – самые маленькие жители Карачаевского городского округа, одетые в национальные костюмы с флагами своих народов. Они в танце объединились вокруг российского триколора, символизируя тем самым единство, силу и мощь огромной многонациональной страны. В организации праздничной программы самое активное участие приняли школьные и дошкольные учреждения, а также самое старшее поколение, которое помогало и наставляло. Фестиваль состоял из концертной программы и выставки. Очень широко было представлено этнокультурное многообразие нашей республики. Звучали приветствия, песни и поздравления на языках народов, населяющих Карачаево-Черкесию, а детские хореографические коллективы подарили зрителям красочные танцевальные номера. Для участников и гостей фестиваля были открыты двери национальных дворов. Желающие могли познакомиться с обычаями, традициями, культурой и бытом народов Карачаева-Черкесии. Русский двор встречал гостей традиционным караваем, блинами, матрешками и домовым на удачу. В карачаевском подворье можно было посмотреть предметы старины, начиная от кухонной утвари до предметов гардероба, в том числе и обуви и сыромятной кожи. В Черкеско-Абазинское подворье заманивали прекрасное одьюхо и запах праздничной хаувы, а Ногайский двор приглашал в свою уютную юрту, предлагая угоститься баурсаками и травяным чаем. Кстати, гастрономическая часть выставки впечатляла. Эльмира Магомедова из Карачаевска, представляя Карачаевский двор, рассказывает, что готовили специально традиционные карачаевские блюда, придерживаясь старинных рецептов. Хычин с мясом, сушеное мясо, хайма с картошкой, сок таджерми, сыр, хычины, вот разные айраны, гэпы айран, чурт айран, сусат, чай хаан айран. Светлана Джанчурова из поселка Малокурганы пригласила попробовать блюдо черкесской кухни, венцом которой, конечно же, была знаменитая и любимая уже всеми Либжа. И даже поделилась с желающими рецептом приготовления этого блюда. В каждом подворье гостей фестиваля угощали самым вкусным, самым лучшим, а главное, дарили всю теплоту души и искренние улыбки. Все, что происходит здесь, не просто так проводится, а проводится с целью воспитать в нашей молодежи, в наших детях вот эту любовь к родному краю, к культуре народов, блюда любимые у нас уже есть. Каждый раз, проводя вот такого рода мероприятия, я убеждаюсь в том, что мы действительно не зря это все проводим, потому что вот эта атмосфера тепла, взаимоуважения, которое царит на таких мероприятиях, это и есть то, что сохраняет мир и покой в нашей республике. Посетители фестиваля отмечали важность такого общения, культурного обмена между народами, пусть и живущими, единой семьей, тесно сплетенными, но все же самобытными, а значит интересными, и с вами делились своими впечатлениями. Замечательный, красивый праздник, люди довольные, счастливые, радостные, сразу чувствуется колорит многонациональности нашей республики. Карачаевск вообще сам по себе светлый, уютный, красивый город. А праздник, чтобы побольше было таких праздников, все старались. Мое впечатление просто прекрасное, это замечательно. Хотелось бы, чтобы не один раз в год, а каждый четверг. Прекрасно, замечательно, именно показывает, как мы дружны. И Кавказ силен тем, что мы дружим все. А самые почетные гости фестиваля, старейшины, хвалили организаторов и участников за то, как они сумели передать атмосферу дружбы, добрососедских отношений, которыми и славится Карачаева Черкесия. И напутствовали молодежь следовать заветам старших, ведь в единстве и правде великая сила. Почему мы сильны? Потому что мы едины, потому что мы патриоты, мы любим свою родину, потому что мы дружим. Вот сегодня прекрасный фестиваль дружбы народов. Танцы и черкесские, и русские, и абазинские, и нагайские, и карачаевские. И песни, это здорово. Мадина Каракитова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.